Привет, друзья! Я сегодня снова в парке Наталка на Абалоне. И я хочу сегодня продолжить нашу прогулочку по этому парку, потому что в прошлый раз я её не закончила. А также я хочу сегодня объяснить происхождение названия парка Наталка. Но прежде чем я объясню название Наталка, я хочу рассказать немножко о самой Абалоне и, собственно, о названии Абалонь, почему наша местность, наш район именно так называется. Итак, название Абалонь упоминается ещё со времён Киевской Руси. Первый раз оно упоминается в летописях 1096 года в связи с отражением нападений кочевников. Наталка на Абалонь относится к числу тех уникальных мест, которые со всех сторон окружены островами, озёрами и рекой. Это просто действительно географически уникальное место. Ни один район в Киеве не обладает таким количеством озёр и рек, потому что пойдёт речь не только о реке Днепр немножко, а дальше вы поймёте, о чём я. Теперь о названии Абалонь. Название этой местности объясняют её географические особенности. Абалонь – это историческая местность в северной части Киева на правом берегу Днепра. И название имеет старославянские корни. И пошло от слов Балонь, Балонье, Оболонье. И вот эти вот старославянские слова Балонье, Оболонье, которые, кстати, не нужно путать с названием итальянского города Балонье, потому что здесь оно не имеет ничего общего с итальянским городом Балонье. Так вот, вот эти старославянские слова Балонье, Оболонье, они означают обширные заливные луга, поймы реки. Смотрите, вот здесь же река находится, я нахожусь на большом возвышении. И это действительно так географически уже устоялось, что Оболонь – это низинная часть Киева. Кстати, вот слева мы видим реку Днепр, вернее, ее затоку Наталка, которая потом переходит в Днепр. Это слева, да? Вот, внизу мы видим парк Наталка. Он действительно находится в низине, потому что я стою на верхней площадке, на такой вот террасе. А справа, вот смотрите, а справа, собственно, начинается сам микрорайон Оболонь. И я хочу сказать, друзья, это для тех, кто не знает, да, кто не киевлянин, вот, что Оболонь построена на намывных песках. То есть она возвышена над уровнем берега реки. Она вся построена на намывных песках. Вот вся-вся Оболонь. Поэтому она выглядит, как бы, что она стоит выше на пригорке. Но это все намывные территории. Вот. А на самом деле, исторически, вся Оболонь выглядела вот так вот, как вот здесь внизу. Вот это вся была низинная территория. И даже еще ниже, потому что сейчас парк Наталка, вернее, берега спуска к Непру укреплены. Вот они немножко возвышены. А раньше, в древности, все это заливалось. Это низовые равнины у рек, озер и прудов. Это затопляемая территория той реки, где она находится. И происхождение названий этой части киевских земель объясняется достаточно просто. В период весенних паводков в Днепр и другие местные реки Почайна и Ситомля. Я немножко позже о них, может быть, даже в другом видео о них расскажу, потому что это уже не существующие реки, но они были на Оболоне. Вот Почайна и маленькая еще река, речушка Ситомля. Так вот, вот эти вот реки в период весенних паводков, они выходили из берегов и заливали всю территорию, всю территорию Оболонию. Представляете? И дома местных жителей строились на сваях. Не было тогда еще вот этой вот намывной территории. Это все было низинная вот эта территория. И так что тут в древности была своя Венеция. Дома стояли на сваях. И тем не менее, даже на сваях дома затоплялись. Это первое предположение названия Оболонь. Помимо него, также существует предположение, что название Оболонь может означать ближайшую из границ города, то есть его оболочку, оболочка, оболонь. И учитывая древнее назначение этих земель, а какое здесь было назначение земель? Это были заливные луга, это были пастбища, это были выгонные и луговые поля. И вполне возможно, что это была оболочка, то есть оболонь, оболочка, граница между городом и селом. И, кстати, что я ещё вычитала в исторических документах, потому что я готовилась к этому выпуску, изначально территория Оболони была гораздо больше, чем она сейчас есть в настоящее время. И в территорию Оболони раньше изначально входила даже ещё часть низинного подола. Кстати, в древности Подол назывался не Подол, а Подолье, так же как Оболонь, Оболонье. Правда, интересно? Ещё одна интересная деталь, которую я узнала и хочу с вами поделиться. Много веков назад в Киеве было два оболонья, которые упоминаются в древних летописях. Первая оболонья располагалась перед укреплениями Подолья, то есть Подола, и называлась Днепровской. Это вот здесь наша, наша Днепровская оболонья. А вторая оболонья находилась в районе Демеевки и называлась Лыбецкой. И получается, что местность вокруг реки Лыбедь вполне могла со временем получить официальное название Оболонь. Однако исторически сложилось так, что оно закрепилось именно за преднепровскими заливными лугами, вот здесь, вот за этими лугами, вот за этой территорией, которая раньше была заливными лугами.